Савёловский ЗАГС Несмотря на праздник, в зале напряжённая атмосфера. Родители жениха и невесты не могут найти общего языка. Чита-таки лучше не знает русского, семейство Чикмазовых не владеет японским. Позвольте вас поздравить и пожелать любви, мира и добра. Пожалуйста, глава семьи, вручаю вам все документы. Спасибо. На пути к своему счастью молодым пришлось пройти через многие испытания. Родители невесты запрещали девушке общаться с русским парнем. Главным противником Интернационального Союза был отец Рисы. Папа у Рисы настоящий японский папа. Во всём, значит, в полном понимании этого слова. Как можно сказать, я... Ну, сначала у меня сложилось такое впечатление, что вот прям как самура из фильма. Игорь был настроен очень решительно и отправился в Японию на переговоры. Он верил, сможет убедить грозного самурая и вернуться в Москву с победой. Немножко, да, побавился я. Вот, потому что, как мне Рис рассказывал, у них дома катаны есть, меч. Вот, поэтому я немножко побавился, конечно. К встрече с будущим японским родственником Игорь подготовился основательно. Перечитал сотни книг о японской культуре, подучил язык, подготовил убедительный рассказ о достоинствах русской жизни. Я увидел, что Игорь очень добрый человек, что он человек, которого я могу понять. Санна Оте мечтал о богатом японском зяте, о пышной свадьбе в Токио, о хорошем приданном. Когда узнал, что любимая дочь собралась замуж за русского, пришел в ужас. Честно сказать, я был в шоке. А когда Риса мне сказала, что ее избранник русский, просто оторопел. Ну, то есть, для японцы, но в России непонятная стыд она. Ну, всегда у нас новость о России, но всегда кто-то убил и так далее. И всегда пробка, но все проходит, новость проходит всегда. Очная встреча с зятем примирила японцы с действительностью. Помолвку жених и невеста отмечали в стране восходящего солнца. Пожелать молодым осявы сейни, то есть море счастья, пришло больше ста человек. Чем закончилась помолвка русского жениха и японской невесты? Помолвку со своей японской невестой Игорь Чикмазов отмечал на ее родине, в стране восходящего солнца. Посмотреть на заморского жениха собралось больше сотни друзей и родственников. Но любопытная местная публика следила за каждым его движением. Я как бы был как, я не знаю, мне казалось, как альбинос. Потому что все японцы вокруг, один я только русский. Мне кажется, на меня все смотрят. На традиционной японской предсвадебной вечеринке было много конкурсов, подарков и угощений. Восхищенные гости много ели и мало пили. Все со мной хотят сфотографироваться. И как-то я немножко себя неловко чувствовал. Кульминацией вечера стала премьера фильма о романтической любви. В главных ролях – виновники торжества – Игорь и Риса. Сюрприз для молодоженов приготовили их японские друзья – режиссеры-любители. В финале праздника каждый гость вечеринки получил от жениха и невесты необычный для этих мест подарок – русскую матрешку и приглашение на свадьбу в Россию. Москва. 25 сентября 2010 года. До регистрации брака Игоря Чекмазова и Иса Токиучи остается два часа. Жених в полной боевой готовности. Невеста еще в халате. Наводить красоту ей помогают верные подруги. Японская красавица облачается в белое платье. Никакого кимоно. Свадьба будет праздноваться по русским обычаям. А почему ты не одел кимоно? Сложно. Но там много надо одеть. Подружки Рисы очень переживают. Предстоящее замужество считают авантюрой. По их понятиям брак с русским – лотерея. Прогнозы строить невозможно. Выигрывают. Только счастливые. В небольшой ресторан на русско-японскую свадьбу съехались гости. Со стороны жениха Игоря Чекмазова. Множество родственников, друзей и знакомых. Со стороны невесты только родители да две подружки. Свадьбу гуляли с русским размахом. Мало ели, но много пили. Невесту, как положено, прятали, переодевали и продавали. Японские гости так и не поняли, что значил этот загадочный русский ритуал. Потом были длинные тосты, обмен подарками и свадебный танец молодоженов. Необычный, как и сама эта свадьба. К середине торжества грозный отец невесты Санна Ото Такиучи наконец-таки заулыбался. У меня просто такое выражение лица. Меня часто принимают за учителя или полицейского. В конце свадебного вечера родители интернациональной пары нашли и общий язык. Национальный барьер в семье Чекмазовых Такиучи был преодолен. Конечно, сначала совсем было некомфортно. Я не говорю по-русски, и мне очень сложно общаться. Поэтому я понимал только по глазам. Хотя стало как-то комфортнее. Поздравить молодых пришла давняя японская подруга Рисы Юкка. Семья Юки тоже интернациональная. Ее супруг Роберто – гражданин Германии. Между собой молодые люди общаются на ломаном английском. Но это их семейному счастью абсолютно не мешает. Главное – это любовь. Это то, на чем строится брак. Это любовь. Молодая русско-японская семья гуляет по осенней Москве. Накануне они вернулись из Питера. У молодоженов грандиозные планы. Через несколько лет они собираются перебраться в страну восходящего солнца. Игорь – переводчик с японского, так что с работой проблем не будет. Риса продолжает изучение русского языка. Она студентка лингвистического института. Чита уже сейчас задумывается о наследниках. А когда будут дети, какие у них имена будут? Японские или русские? Русские. Русские. Вот как назовешь? Девочку или мальчика хочешь? Девочка. Почему девочка хочешь? Ну, мама всегда так. Да? Нет? Девочка всегда хочет девочку. Русские. 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 Русские.